Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах призывает не снимать маски, носить их добровольно, особенно в магазинах. Риск заражения, по его мнению, сейчас очень высок. Однако это всего лишь рекомендация. Согласно закону о защите от инфекции, сейчас сохраняются маски в общественном транспорте, а также в домах престарелых и клиниках. Однако, если регион объявляет себя горячей точкой, то на его территории все еще действуют ограничения. Например, сейчас в ФРГ две федеральные земли стали официальными очагами коронавируса. Гамбург и Макленбург – переднее помирание. Вслед за молоком в Германии дорожают сливочное масло и сыры. Так, по данным экспертов, развесное сливочное масло вырастет до 2 евро в мае за упаковку весом 250 граммов. Полутвердые и твердые сыры также растут в цене. Но здесь важным фактором является также быстро растущий спрос на этот продукт. В Германии оживает туризм. Особенно большое количество желающих отдохнуть наблюдается на Пасху. Так, в пасхальные выходные Люфтганза, например, планируют обслужить только в одном аэропорту до 250 тысяч пассажиров и отправить более полутора тысяч рейсов. Эксперты составили рейтинг самых дружелюбных стран мира. На первом месте оказался Чикаго, на втором – Португальский Порто, на третьем – Нью-Йорк. Берлин в этом рейтинге из 32 городов занял лишь 18 место. Берлинцы считают себя дружелюбными. Они знают своих соседей и считают себя не очень одинокими по сравнению с другими респондентами. Медики назвали фрукты и ягоды, которые могут стать причиной набора веса. Это виноград, бананы и инжир. Они содержат большое количество глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. А он способствует переводу лишней глюкозы в жир, в результате чего люди полнеют.